Четырехлетний мальчик покоряет сердца преподавателей. Юный самоучка решает сложный пример, знает иностранные языки и многое другое. С маленьким гением познакомилась и наша съемочная группа. Наталья Дуркина продолжит тему. Скажи, сколько будет 100 плюс 300? Считать, да. Егор умеет не только складывать трехзначные числа, но и считать на английском. Свои четыре года мальчик научился этому сам. Мы гуляли с ним на детской площадке. Он спускался по ступенькам и стал считать в обратном порядке. Причем с 20, то есть 20, 19, 18. Ну, я, естественно, ошарашена была. И с нами тоже угляла девочка, наверное, лет 7-8. Она у нее спрашивает, сколько тебе лет и откуда ты знаешь, так хорошо счет? Ну, и, соответственно, тогда начали заниматься с ним. То есть как-то вообще неожиданно вот на площадке это обнаружилось. Учителем для Егора стал телефон. И если дети его возраста смотрят на гаджетах мультики и играют в игры, то парнишка изучал английский алфавит и счет. Он смотрел какие-то мультики на английском. Потом смотрю, он же сам ищет в интернете, через телефон, именно вот счет на английском, алфавит английский. А ты знаешь, у меня один процент уже. Один процент? Да. В общем, он развивался через телефон, то есть смотрел какие-то видео, причем сам их находил. Если обычно дети смотрят там «Щенячий патруль», «Фиксиков», да, он никогда такие мультики практически не смотрел. То есть когда вообще маленький был. А когда вот где-то лет, наверное, там с трех с половиной, он начал смотреть вот только такие видео и, соответственно, на них устал учиться. Успех ее новогения заметила его мама Оксана и начала с ним чаще заниматься. Мы начали с ним, допустим, ну вот есть конструктор у него, да, который там складывается. Я начала с ним считать, сколько, например, там будет 2 плюс 2. То есть он там уже 4, да, начало. Потом я разложила конструктор с мер, там, 4, да, 4 по 2. Он так мне быстренько 8. То есть он уже, он их не считает каждую, он уже считает 2 плюс 2 плюс 2 плюс 2, 8. И вот я тогда еще больше стала с ним заниматься. А вот осень мы сейчас пришли к Александре Лавровне. Поиски школы для Егора длились довольно долго. Его либо не брали, либо не уделяли должного внимания, признается Оксана. Однако старания увенчались успехом. И уже около двух месяцев Егор занимается в школе уникум. Очень развитый мальчик, не по годам развитый мальчик. У меня учатся четвероклассники, они не знают трехзначные цифры, не могут назвать. Он, конечно, очень развитый, но надо с ним заниматься. Егор занимается в школе два раза в неделю, уже около двух месяцев. Несмотря на такой небольшой срок обучения, преподаватели пророчат ему светлое будущее и необычайно высокие интеллектуальные способности.